Это новости на канале ФКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Затраты по транспортировке погибших в пожаре администрация Сочи возьмет на себя. Об этом сегодня сообщил глава города. Овощи и фрукты напрямую от производителя. Мацистинская ярмарка вернулась на прежнее место. Осторожно, тысяча или пять. Полиция предупреждает о фальшивых купюрах, которые могут попасть вам в руки. Начало спортивного сезона в Сочи отметили фехтовальщики и дзюдоисты. И те, и другие готовятся к международным стартам. Экономика региона продолжает укреплять позиции. Больше 126 миллиардов рублей поступило в краевую казну с начала этого года. Экономические итоги за первую половину 2018-го подвели в администрации региона. Совещание в формате видеоселектора провел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Как удалось достичь таких результатов и о планах на второе полугодие расскажут наши краснодарские коллеги. Стабильная экономика – залог к стабильной жизни кубанцев. По итогам первых шести месяцев 2018-го можно смело сказать, регион укрепил позиции. Рост в РП края составил почти 102%. Результат неплохой, но впереди стоит задача – увеличить этот показатель выше среднероссийского. После экватора этого года все отрасли должны работать на результат. Мобилизовать в бюджет региона предстоит не менее 260 миллиардов рублей собственных доходов. Улучшение экономического климата на себе уже ощущают бюджетники. Среднемесячные зарплаты выросли больше, чем на 10%. Но на этом нельзя останавливаться, уверен Вениамин Кондратьев. Зарабатывать хорошо должны и в реальном секторе экономики. Мы можем, конечно, отмечать, что зарплата растет, но в основном у бюджетников. Мы должны сделать все, чтобы зарплата росла и у других работников, которые работают в других отраслях, очень важных и значимых для экономики нашего региона. Еще раз подчеркиваю, это и агропромышленные комплексы, и промышленность, и переработка, и многие-многие другие. Поэтому вот это наша с вами сегодня стратегическая задача – сделать так, чтобы зарплата росла у всех. Чтобы зарабатывать могли все, необходимо развивать переработку, сельское хозяйство, промышленность. Тем более, что программы и субсидии краевые власти предусмотрели по всем приоритетным отраслям экономики. Для того, чтобы воплощать в жизнь полезные инициативы, важные мероприятия у региона, как вы уже отметили, все возможности, особенно финансовые. Сейчас краевой бюджет позволяет в рамках государственных программ края выделять колоссальные деньги не только на социальную политику, но и на развитие реального сектора экономики. Среди лидеров по поступлению доходов – санаторно-курортный сектор. Только за первые полугодия на Кубани успели отдохнуть больше 7 миллионов туристов. С учетом межсезонья власти региона ждут еще почти 9 миллионов отдыхающих. До конца года в казну края из сферы туризма планируется получить 135 миллиардов рублей. Положительную динамику показала и промышленность. Возросли объемы производства строительных материалов, машин, оборудования и металлических изделий. Далее сектор АПК. Выручка от наших сельхозпродукций составила почти 110 миллиардов рублей. Цифра выросла по сравнению с прошлым годом. Самое время перенести акценты с внешней торговли на внутреннюю, чтобы поддержать отечественный рынок качественным кубанским зерном, овощами и фруктами. Это касается всех отраслей. Давайте ориентироваться на внутренний рынок страны. И все, посмотрите, где есть ниши внутреннего рынка страны, туда и давайте ломиться. Вот это и будем поддерживать. Вот те отрасли экономики, в том числе и в рамках сельского хозяйства в разрезе. Где есть внутренний потенциал нашего отечественного рынка в первую очередь. А кто сориентирован на зарубеж, ну что ж, это уже их судьба, как говорится. И вы нам подскажите, куда вкладываться, куда в господдержку в первую очередь инвестировать в нашу. Это как инвестиции, иначе не скажешь. Господдержка, если инвестиции государства в развитие той или иной отрасли экономики. Вот мы должны развить ту отрасль при вашей поддержке, которая нам тоже даст максимальный эффект. И если мы правильно инвестируем, вложимся в средства крыльевого бюджета, то мы получим прибыль, край, потому что это наши инвестиции. Просто надо почувствовать и туда вложиться, туда инвестировать бюджетные деньги. Существенный вклад в казну региона приносят налоговые поступления. Органам ФНС необходимо продолжить качественную работу по сбору платежей. Для этого нужно вовремя уведомлять людей и грамотно вести базу объектов налогообложения, отмечает губернатор. До 1 декабря необходимо провести широкую разъяснительную кампанию. Контрольная работа, принудительное обзыскание налоговой задолженности и другие фискальные меры, предусмотренные налоговым кодексом. С начала года по их результатам в консолидированный бюджет дополнительно поступило 11,3 миллиарда рублей. Обеспечить рост поступления доходов задачи и муниципалитетов Кубани. Динамика должна быть не меньше 107%. Большая часть районов, а именно 31, с этим благополучно справляются. Среди лидеров Ленинградский, Туапсинский, Кореновский районы и Горячий ключ. Губернатора волнует вопрос, что помешало Армавиру, Абинскому, Успенскому, Северскому и Темрюкскому районам достичь результатов хотя бы прошлого года. Руководитель региона рекомендовал главам районов в ручном режиме проработать каждую ситуацию с куратором экономической сферы региона Игорем Голосем. Тем более, что перед Краснодарским краем стоит амбициозный план развития, стратегия, которую разработали до 2030 года. Задавать тон росту экономики и улучшению жизни людей должны грамотные руководители. Если не умеют ребята креативить, то зачем нам такие министры, руководители департаментов и глав муниципальных образований. Мы же уже не раз договаривались, что нам нужны менеджеры, талантливые менеджеры. Нет смысла нам сегодня даже держаться за тех, кто не может, может быть, старается, хочет. Он хороший человек, но плохой профессионал. Во главе всегда стоит человек. Иначе ничего не достигнем. И все. И попадем под молот. В первую очередь, жители края. Они от нас ждут результатов. Не хорошей работы, а результатов. Экватор финансового года позади. Сейчас самое время мобилизовать все силы для достижения еще лучших результатов по сравнению с прошлым годом, акцентирует Вениамин Кондратьев. Для этого нужно и дальше наращивать темпы налоговых поступлений и привлекать инвестиции в регион. Инна Чайко, Мария Крошина, Алексей Комаров и Денис Перец. Кубань, 24. Краснодар. Нового начальника Южного главного управления Банка России представили Вениамину Кондратьеву. Этот пост теперь занимает Евгений Эберинс. Об этом главе региона сообщил заместитель председателя Центробанка страны. На встрече обсудили дальнейшее взаимодействие с краевыми властями. Отдельно подняли вопросы развития малого и среднего бизнеса. Банки сегодня активно инвестируют в экономику Кубани. Общий кредитный портфель региона сегодня почти полтора триллиона рублей. Сегодня нам очень важно, чтобы кредитные ресурсы были доступны, как я уже сказал, для нашего малого и среднего бизнеса для фермерства. Это принципиально важно, потому что заемные средства, как бы мы ни говорили, это сегодня основной источник для развития нашего агропромышленного комплекса и для промышленности, которую мы сегодня активно на Кубани создаем. И очень здесь важно, чтобы региональные банки все-таки сохранились. Потому что в основном-то наш бизнес, он обращается в региональные банки. И здесь, да, их работа должна быть безусловно под контролем. И они тоже должны понимать, что есть общие правила, о которых мы сказали, и они не могут выйти за рамки этих правил. Но здесь, как я уже сказал, правила должны быть жизнеспособными и отвечать сегодня запросам жизни и запросам бизнеса, в том числе даже самого маленького бизнесмена, который просто предприниматель, но он верит, что он получит этот заем и реализует свой проект. И этот проект может быть сегодня маленьким и завтра максимально успешным, который даст такой дивиденд, что изначально никто и не мог в него поверить, в этот дивиденд. И первое, кто может поверить в этого предпринимателя, это банкир. Мы сейчас обсуждаем ключевые цели и одна из важных тем, длинные деньги для экономики, чтобы можно было планировать. Инфляция – это одна составляющая, чтобы надежность была гарантия. И длинные деньги – тоже важный параметр для нас. Мы сейчас обсуждаем, чтобы один из ключевых показателей эффективности банка на 2019 год был в этой области. Кроме того, доступ не должны стать и финансовые услуги в небольших станицах и хуторах. Есть примеры, когда в сельской местности закрывают отделения банков, а банкоматы и вовсе отсутствуют. Сегодня тоже большая проблема, чтобы банковский продукт был доступен и селянам, вот в тех муниципальных сельских районах, где они живут. А сегодня, понятно, идет оптимизация банки, сокращают свои офисы, абсолютно верно. Филиальная сеть у них оптимизируется. Коллеги, ну жизнь мы не остановим. Мы же не переселим туда и сельская местность, и селян, и города. Это абсурдно в самом по себе. Здесь у них банкоматы мы выпрашиваем, и их тоже нет. А как жить людям? Как, если зарплата поступает на карточки, и сегодня мы максимально это приветствуем. Но тогда каким образом эти деньги абсолютно снять с карточки и получить, для того, чтобы рассчитаться там, где нет платежных терминалов? Мы готовы включиться в эту работу для того, чтобы посмотреть именно по доступности в малонаселенных пунктах. Вот я очень буду признателен, если все-таки по тем банковским продуктам, которые сегодня есть, и они в огромном количестве, и доступны в больших городах, посредством других способов сделать доступными банковские продукты жителям села. Также отдельно обсудили вопрос по удержанию инфляции. Сегодня в регионе она меньше 2%. Кроме того, совместными усилиями с Южным главным управлением Центробанка удалось пресечь деятельность 35 финансовых пирамид. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». И к другим новостям. Затраты по транспортировке погибших в пожаре администрация Сочи возьмет на себя. Об этом сегодня сообщил глава города Анатолий Пахомов на очередном планерном совещании. Напомню, пожар вспыхнул вчера рано утром. На улице Просвещения в Адлере сгорело кафе с жилой трехэтажной постройкой. Восемь человек погибли, трое до сих пор остаются в больнице. Планерное совещание начали с минуты молчания. Так почтили память восьми жертв пожара на улице Просвещения. Анатолий Пахомов подчеркнул, что родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь. Все они приезжие, они работали в городе Сочи, бизнесом занимались. Кто-то бизнесом, кто-то наемный работник был. Но они все не местные жители, поэтому мы возьмем на себя все материальные затраты, связанные с транспортировкой. Ну и естественно, что окажем еще троим, которые находятся в больницах, окажем также материальную помощь. Также на совещании разбирались в причинах трагедии. Одна из них – это отсутствие контроля. О том, что на улице Просвещения велась несанкционированная торговля с грубыми нарушениями противопожарного режима, мэрия не раз сообщала и в УВД, и в районную полицию, и в налоговую, и в ПОЖНОДЗОР. Есть соответствующие письма, которые датированы началом июня. Повторные были направлены в первых числах июля. Но никакие меры со стороны контролирующих органов не были приняты. Не буду зачитывать. Теперь вот один, после тех двух писем на вас пишем, третий, четвертый, пятый, шестой. Это только на начальника полиции Адверского района пишем. Вот можете взять, почитать. У нас есть право писать письма, то, что мы и делаем. В том числе пишем полицию, будьте добры принимать меры в соответствии с вашей компетенцией. Мы пишем Госпожнодзору, примите меры, и он должен принимать меры. Мы не можем вас подменять, как не можем подменять градостроительный департамент, как не можем подменять Росреестр. Вот о чем речь идет. Несанкционированная торговля велась не на муниципальной земле, а на полосе отвода железной дороги. Здесь мэрия не имеет никаких полномочий. Между тем, организаторов несанкционированной торговли можно было привлечь к реальной ответственности. Я считаю, что полиция должна применить статью 19.1 самоуправства. Применить. Это же самоуправство, что на территории, которая, ну скажем, ИЖС, вдруг торговые объекты появляются. Самоуправство. Ну, на мой взгляд, да. Анатолий Пахомов поручил создать рейдовые группы и совместно с контролирующими органами проверить все районы курорта. Также на планерном совещании сегодня представили нового директора САХА. До сегодняшнего дня эту должность занимал ранее руководивший центральным районом курорта Сергей Павленко. Сегодня мэр уволил его в связи с утратой доверия. Исполнять обязанности директора спецавтохозяйства теперь будет Гоча Урушадзе. Пять лет назад он уже возглавлял САХ и работал в департаменте ЖКХ мэрии. Первая задача – это улучшить работу предприятия, пересмотреть вопросы заработной платы, в первую очередь, водителей и грузчиков. В любых случаях мы приглашаем на работу водителей и грузчиков. У нас недокомплект порядка 30-32 человек. Зарплату планируют повысить до 35 тысяч. Кроме того, САХ планирует закупить новую технику, в частности, мусоровозы, которые напрямую перегружают отходы в машины для последующей транспортировки ТБО за территорию Сочи. Инга Габешия, Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. 1 августа в Сочи переменная облачность. Температура воздуха ночью плюс 25-27, днем 28-30 градусов выше нуля. И продолжаем выпуск. Мацестинская ярмарка вернулась на прежнее место. Мацестинская ярмарка на время Чемпионата мира была вынуждена переехать вглубь района, на аллею Челтенхэма. Теперь же возвращается на прежнее место, под Виадук, рядом с железнодорожной станцией. Пока прилавки еще не развернуты, но свежие овощи и фрукты по низким ценам напрямую с Кубани уже в ближайшие дни порадуют сочинцев. Осторожно, тысяча или пять. Сочинская полиция предупреждает о фальшивых купюрах, которые могут попасть вам в руки. Сотрудники УВД провели операцию «Внимание, фальшивка». Полицейские раздали листовки с призывом внимательно относиться к купюрам достоинством 1000 и 5000 рублей. А также провели профилактические беседы. Памятки содержат основные советы, позволяющие отличить настоящие деньги от фальшивок. К акции присоединились и представители общественного совета при городском УВД. Основной акцент сделали на частных предпринимателей, продавцов на рынках и в торговых павильонах. Именно здесь чаще всего пытаются сбыть фальшивки. Профилактические беседы также провели в крупных супермаркетах. Полицейские напоминают, если к вам в руки попала фальшивая купюра, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Отличить фальшивку достаточно просто. Для этого необходимо быть, прежде всего, максимально внимательными. Достаточно надломить купюру, у поддельного денежного знака обязательно осыпется краска. Поэтому мы просим всех жителей и гостей нашего города, особенно в курортный сезон, быть максимально внимательными. Если такие денежные знаки поступили к вам, необходимо сразу же сообщить в полицию по телефону 02. Борьба с зеленым змеем стала сегодня основным вопросом на совещании в мэрии. Количество злоупотребляющих алкоголем сочинцев, хоть и уменьшается за последние годы, но тем не менее еще достаточно высоко. Число алкоголиков в Сочи ниже среднекраевого уровня, но это не повод расслабляться. В борьбу с пьянством вовлечены не только правоохранительные органы, диспансеры, но и общественные организации. На муниципальном уровне координируют работу по профилактике правонарушений специальные территориальные комиссии. Есть пример. Тот же самый территориальная комиссия по профилактике Краснополянского сельского округа. Там действительно все это поставлено на хорошем уровне, хороший опыт. И мы проводили мастер-классы и показывали, как это должно быть. Но, повторю еще раз, не восприняли. Тут же не просто покричать «да» или поодобрять меня. Тут же надо взять и это делать. Надо делать, чтобы комиссия работала, надо делать, чтобы полиция привозила на эти комиссии, надо делать так, чтобы были там доски позора. По данным наркологического диспансера с диагнозом «синдром в зависимости от алкоголя» в Сочи на 1 января состояло 3010 человек. Результат работы за полгода почти на 500 меньше. Тем не менее, необходима системная работа. Если мы хотим с этим побороться, то нужны реальные шаги. Реальные шаги. Лечение, беседа с семьей, согласие членов семьи, поддержка со стороны членов семьи, со стороны родственников. Далее, трудоустройство. Этим должна заниматься комиссия уже в городе. При моем даже участии трудоустраивать. Либо по-другому ничего не произойдет. Есть и положительные тенденции. Снизилось количество преступлений на бытовой почве, совершенных пьяными. Решено проводить больше профилактических мероприятий и усилить работу с молодежью. Так, летом специалисты встречаются с детьми в рамках проекта «Площадка нашего двора». И в доступной форме объясняют вред алкоголизма и курения для молодых организмов. Тому, кто нуждается. Сегодня в Сочи более 30 будущих первоклассник получили бесплатные наборы канцтоваров. Акцию провела Краевая благотворительная организация «Единство». Она уже несколько лет успешно работает в 17 городах Кубани. В Сочи филиал открылся только в мае. Но организация уже успела отметиться на курорте добрыми делами. В июне уже первые 17 семей, многодетных малоимущих семей, получили продуктовую помощь. Сегодня организуется помощь уже второй раз. Сегодня благотворительная организация решила поддержать первоклассников, детей с инвалидностью, которые уже через месяц пойдут в школу. 31 ребенок сегодня получил наборы канцтоваров. Ну а продуктовую помощь – это два больших пакета с едой по 10 килограммов – многодетные малоимущие семьи, включенные в реестр организации, получают регулярно. В Сочи с 8 по 10 августа отключат телевещание. Причина – завершение работ по монтажу и настройке архитектурной подсветки телевышки. Отключать вещание в эти дни будут в период с 9.15 до 16.00. Спортсмены сборных команд России массово прибыли на курорт. В горячий сезон они проводят здесь свои сборы. Сегодня начало спортивного сезона в Сочи отметили фехтовальщики и дзюдоисты. Расскажет Инга Габешия. Сборы – это важное начало спортивного сезона. И по традиции женская молодежная сборная под дзюдо начинает его в Сочи. Главная задача – подготовиться к ближайшему турниру – первенству Европы, которое пройдет в ноябре в Венгрии. Акцент сейчас на общефизическую подготовку и работу на татами. Мы здесь собираемся. У нас очень качественный спарринг. У нас очень опытные тренеры, которые осуществляют программу, которую пишет ЭЦО «Гамба» для наших команд. Поэтому это очень важно – не пропускать вот эти сборы перед первенствами Европы. То есть должно быть планомерное, постоянное тренированное спортсмены. Планомерные тренировки привели дзюдоисток в Германском. Сарь Брюккинек к очередной победе на Кубке Европы. Девушки из сборной страны заняли все ступени пьедестала. Мы заняли командное первое место. У нас два золота было, два вторых и три третьих места. То есть мы обошли немок, голландок и француженок. Это очень важно для нас. Мы очень рады. Надеюсь, дальше продолжим в этом же ключе. Татьяна в свои 20 лет впервые спарринговалась с соперницами постарше и стала бронзовым призером Кубка Европы. Теперь, имея за плечами новый опыт, готовится к новым стартам, не забывая о купальном сезоне. Сочи – это вообще очень прекрасно. Мы прям каждый раз восхищаемся. И самим комплексом парус, и как тут кормят, и какие тут условия, и сам зал. И то, что море. Мы постоянно после тренировок ходим на море, плаваем, забираем, совмещаем приятное с полезным. То есть мы вообще в восторге именно то, что в Сочи проводится этот сбор. Одновременно с дзюдоистами свое мастерство на базе Центра спортивной подготовки «Югспорт» повышают фехтовальщицы. Шпажистки из сборной команды России, несмотря на палящее солнце, занимаются общефизической подготовкой на самом стадионе. Тренер отмечает, вот уже 12 лет команда приезжает в Олимпийскую столицу, в том числе из-за благоприятного климата. Уже начинаем включать элементы специальной подготовки, уже у нас оружие в руках появится на этом сборе. Готовимся к сезону, закладываем базу, здоровье, солнце, море, медицинский центр, в общем, все по плану. В большом счете все, что мы сейчас заложим, еще приедем к вам в сентябре-октябре уже с фехтовальными амбудированиями, и будем готовиться к этим этапам. Этапы будут отборочными к первенству мира и к первенству Европы. К первенству Европы у нас уже в феврале месяце, к первенству мира в марте. Верим в эту базу, верим в эту систему подготовки, и она нас еще ни разу не подводила. Надеюсь, что в этом году все будет в порядке. Все эти ребята – основные спортсмены сборных команд страны. Отмечают своим победам они обязаны и городу Сочи. Фундамент своих свершений закладывают именно здесь. Поэтому адрес очередных сборов атлетам известен заранее. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Мне остается напомнить, что все новости уже на нашем сайте. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Такая, как хочешь, такая, как любишь, такая, как нравится, такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мика Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мика Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова